Что такое судьба или ограничивающие убеждения? На самом деле, есть знаменитый пример с этой вот, называется, граблей и сараем. Значит, вот и каска, которую мы на себе одеваем, и, значит, вечно ходим в сарай на эти грабли. Значит, так воспринимается судьба, а что такое это грабли, это и есть ограничивающие убеждения. И, к сожалению, мы часто руководствуемся в принятии решений какими-то установками, которые мы сформировали в нашем прошлом опыте. Зачастую еще в детстве нам что-нибудь загрузили в голову, поставили там, грабли расставили в сложном хореографическом порядке. И вот мы ходим, значит, по ним ударяем по голове. Есть ли способ избавиться от ограничивающих убеждений? Ну, на самом деле, это не такая простая задача. И я бы рекомендовал идти совершенно другим путем. Когда вы решаете свои жизненные задачи, вы должны вникнуть в суть вещей, понять, что происходит на самом деле. Какая разница, какие у вас есть убеждения? Убеждения те, другие, пятые, десятые. Всегда есть конкретная наличная ситуация, в которой что-то по-настоящему сейчас происходит. И когда вы можете собрать факты и развернуть для себя эту ситуацию, и увидеть ее, так сказать, подлинное лицо, вы всегда будете знать, как действовать правильно. Именно на это и нацелены технологии, например, технология факт-карт, которую я делаю. Или, например, когнитивные искажения, борьба с ними. Это всегда возможность реально понять, что происходит. И когда вы осознаете это, то то, что вам делать, вам становится понятно, как белый день. И никаких кораблей.